Друзья, а точнее подруги, всем привет! Завтра 8 марта, и в преддверии этого замечательного праздника весны мы решили рассказать вам о том, как же выращивают самый главный символ этого праздника — цветы. С этой целью мы прибыли в хутор Новозеленчукский Кочубеевский округ и на одной из, наверное, крупнейших профильных предприятий, точнее, тепличный комплекс, который занимается цветами. Итак, как вырастить, собрать, упаковать и подарить цветы своим любимым дамам, расскажем сегодня. Друзья, даже приблизительно не могу вам назвать количество цветков, но, наверное, речь о миллионах экземплярах идет, хотя мы здесь всего-то часик гуляем. У Дениса подробнее все цифры узнаем и как раз-таки самую главную первую часть, как вырастить тюльпаны, тоже постараемся раскрыть. Денис, сколько же цветков сегодня мы, ну, постараемся, по крайней мере, увидеть? Ну, под 8 марта у нас посажено 4,5 миллиона тюльпанов. 4,5 миллиона тюльпанов. Как их правильно вырастить? Потому что я понимаю, что такое количество цветков необходимо, наверное, учитывать и вот как раз-таки в планировании посадок. Какие способы применять? Да, конечно. Мы выращиваем как на грунте тюльпан, на специальном субстрате, так и в гидропонике. 2 миллиона у нас на гидропонике и 2,5 миллиона в грунте. В грунте он есть как в грядках, так и посаженный в ящике. Стандартный лилийный ящик. Предлагаю нам чуть-чуть вперед пройти, Денис, чтобы наши телезрители оценили длительность и продолжительность вот этих вот рядов с тюльпанами, которые, друзья, разъедутся по всей стране. Но куда именно узнаем чуть попозже, нам просто нужно хотя бы дойти до конца этого длиннючего туннельного тюльпанового пути. Друзья, мы дошли до конца этого туннеля. Я не знаю, сколько часов у нас это заняло. Тем не менее, в конце, конечно же, самый важный разговор. Разговор о том, насколько сложно вырастить тюльпаны. Денис, вообще для нас, любителей и обывателей, этот процесс мне кажется примитивным, но на самом-то деле как это все? На самом-то деле все сложно и сложно с самого начала. Начинается все с посадочного материала. Для этого нам нужно выбрать сорта, выбрать себе поставщиков, собрать предоплаты, найти деньги на этот посадочный материал, договориться с ними по вопросам охлаждения луковицы, транспортировки, все это продумать и только потом уже даже начинается то, что обычно вот мы все думаем посадка тюльпан. Сейчас март, вот эта работа, которую вы описали, когда начинает? Летом. 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 Да, да, то есть большинство поставщиков хотят вот, например, в июне уже иметь полностью свой заказ. У тюльпана, как и любой, будет другой культурой свои особенности. То есть, если нам кажется, что это на той же гидропонике, это ты луковицу натыкнул и ждешь, окончания на самом деле нет. Он очень чувствительен к изменениям температуры, влажности. Нужно постоянно контролировать рабочий раствор. То есть я хожу и измеряю, 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 слежу за динамикой, меняю растворы, концентрации. Так что это тоже нелегкий труд. Да, риски очень высокие, потому что четыре с половиной миллиона тюльпана это на одном посадочном материале много, много. Друзья, допустим, мы закрыли гештальт, связанный с процессом выращивания тюльпана. Ну, куда важнее для нас с вами, потребителей, процесс сборки и обработки. Ну, то есть более приведения к товарному виду. Об этом наша следующая часть беседы. Но прежде буквально два слова об этом тепличном комплексе и хуторе, где он расположился. Вот две цифры для понимания масштабов. Шесть миллионов цветов в год и три с половиной гектара плодородного грунта. Вероятно, крупнейший теплично-цветочный комплекс Ставрополья. В крошечном хуторочке Новозеленчукский, где живет, ну, плюс-минус пятьсот человек. Собственно, большинство, особенно вот сейчас, в высокий сезон, здесь и трудится. Денис, самая важная, наверное, часть, или что-таки нет? Это вот эта первичная обработка. Что я должен знать? Я делаю что-то хаотичное. Это мы выравниваем тюльпан, чтобы он ровно зашел, собрался и пошел на обрезку луковицы. Так, ну, это достаточно энергозатратно. Внимание, требует много. Слава богу, у меня очень много помощников впереди, людей, которые меня подстрахуют. В любом случае, провала. Так, сколько приблизительно цветков вот через этот конвейер в день проходят? Сто тысяч. Норма, сто тысяч в день. Только на этом конвейере. Только на одном. Их еще несколько линий впереди. Есть еще ручной труд. Еще ручной труд. Так, цена ошибки на этом этапе? Цена ошибки? Ух, ну, если мы неправильно что-то выложим, машина просто встанет. Ничего. Вот. Если мы ее, если мы ее, машина встанет, мы начнем терять время, а время это деньги. Вот. Это самое главное, мне кажется, в любом бизнесе, уж точно в цветочном, сезонном, вообще. Да, также если мы промажем с настройками, можем его сделать слишком короткий, и мы потеряем деньги. Ну, вроде пока у нас получается нормально, ребят. Получается у меня тут. Не сильно вам работы подкидываю. Все. Пацаны сказали, что все в порядке. Для дебюта норм, скажу так. Но, друзья, концентрация внимания максимальная должна быть. Вот я с вами заговорился и уже пропустил огромный кусок тюльпанового букета, необработанного. Вперед себя. Не отвлекайте меня. Все, я работаю. А работают тут друзья, не покладая рук все и сразу. Вот директор, вот замдиректора, например, и все на линии. Ответственность обязывает. Тюльпаны разъедутся по всей стране. В Москву, Питер, регионы Центральной России и у нас по Югу и Кавказу. Уверяю вас, многие тюльпаны, которые вы сегодня на прилавках видели, приехали именно отсюда. Фу, цветочки собрали, пришли в холодильник, их хранить тоже надо. Низ, вообще, тюльпан очень требователен к условиям хранения. И как долго он в холодильнике может полежать? Да, конечно, требователен. Суть одна. Ниже температура, дольше полежит. Хранится он до месяца при плюс 3, плюс 3 градусов. То есть в данный момент, вот тут мы находимся, здесь в районе 7. Здесь мы храним собранный тюльпан, просто который впоследствии идет на фасовку. Он грузится на троллик, стоит тут. А дальше, следующее отделение, в них уже хранится готовая продукция, ожидающая отправки. Там плюс 3 градуса. Ну вот в этот высокий сезон, как долго вообще тюльпан здесь задерживает? Здесь все, что сюда попало, все должно в этот же день и переработаться. Но уже завтра жизнь в теплицах буквально остановится. Все. 8 марта. Но поверьте, отдых не затянется. Помимо тюльпанов, ведь растут и другие цветы. Их, конечно, меньше, но спросом тоже пользуются. Друзья, но не тюльпаном единым живет этот тепличный комплекс. Вот лилии еще, я, кстати, не знал, что они вот такими зелененькими. И должны ехать к потребителю, хризантемы выращивают. Ну, в общем, целый букет разнообразных цветов для наших любимых. Денис, в чем интерес выращивать лилию, когда мы говорим о сезонном вообще спросе на тюльпан? Во-первых, чтобы не терять клиента. То есть у нас есть те, кто берут лилию, и если мы им будем говорить каждый год, давайте месяцок подождите, они могут и уйти. И репутация, все дела. Плюс на лилию на 8 марта тоже хороший спрос. И цены в Голландии сейчас высокие. Сложно только достать посадочный материал. Один из факторов образования этой высокой цены. Поэтому мы также продолжаем выращивать и лилию. То есть лилия одна из основных наших вообще круглоготичных культур, которые у нас идут на конвейере. Мы выращиваем ее круглый год из голландской луковицы и из новозеландской луковицы, из южного полушария. Вот. Лилия у нас 11 тысяч в неделю. Наш стандарт. Друзья, голландская луковица, новозеландская луковица в хуторе Новозеленчукский, Кочубеевский муниципальный округ. Вот у нас программа вообще о сельской жизни, Денис. И вопрос к вам, как к выпускнику Ставропольского аграрного университета. В чем преимущество сельского расположения этого тепличного комплекса? У нас теплее. Начнем с этого. Экономия газа, если мы будем сравнивать с центральной Россией, побольше солнца. Побольше солнца. Тепло, солнце, также рабочая сила. Как ни странно, сельская механизация с работы, конечно, туговато. Поэтому и мы всегда можем найти желающих. А я надеюсь, друзья, что и наш сегодняшний выпуск повысил число желающих подарить любимым дамам тюльпаны. Но прошу, давайте делать это чаще, а не только 8 марта. Друзья, финальный этап нашего цветочного повествования, конечно же, возле сборки. Нам нужно букетик любимый мой собрать. Алла, нам на подмогу. Специалист высшего вообще разряда в этом вопросе. Алла, что нужно мне знать, чтобы отобрать самые лучшие, самые красивые цветы для своей любимой девушки? Ну, во-первых, по бутонам. Должно 5 бутонов быть. Это вышка у нас считается. Чтобы он был крепенький. Здоровый. Вот этот идеальный. Правильно? Можно его так назвать? Да. Достоин такого статуса, друзья. Вот он. Раз, два. Ну, три нам, наверное, хватит. Три символа любви. Ну, у нас скромненький такой букетик. Зато с любовью подаренный и изготовленный. Что самое главное? Сегодня мы вам, друзья, это показали. Берем пакетик и упаковываем. Отлично. В таком виде он не только нам, но и в целом всем покупателям передается. Да. Ай, красота. Ну, вы посмотрите на это, друзья. Посмотрите, какая красота. Алла, спасибо вам огромное. Пожалуйста. Спасибо вообще всем сотрудникам этого тепличного комплекса за такое повествование о цветах, друзья. В преддверии 8 марта, я думаю, наиболее актуально. Вы смотрите, какой еще букетик у нас, Катим Павловна собрала. Ой, красота. Друзья, не подруги, теперь к вам обращаюсь. Не забудьте своим любимым дамам подарить вот такие замечательные цветы. Может быть, даже из хутора Новозеленчукский в Кочубеевском округе. Выращенные мы именно здесь сегодня и гостили. На этом наша информативная часть заканчивается. Позвольте уж довести этот букет до моей любимой дамы. Катим Павловна собрала. Спасибо. Катим Павловна собрала. Катим Павловна собрала.